Капремонту подобрали тариф. Правительство утвердило размер платы за эту услугу на текущий год. Кроме того, в Кирове построят новые дороги и Кировская родина проиграла третий раз подряд. Что еще обсуждает сегодня в городе, расскажем далее. Эфир продолжает рубрика короткой строкой. В правительстве региона утвердили размер взноса на капитальный ремонт на текущий год. Минимальная ставка останется неизменной с 2018 года – 8 рублей 30 копеек за 1 квадратный метр в месяц. Жильцы многоквартирных домов имеют возможность платить и больше. В таком случае они смогут сами определять перечень ремонтных работ и их сроки. В 2021 году в Кирове появятся новые дороги. Уже заключен контракт на продление улицы Сурикова от Некрасова до Комсомольской. Также заключили договоры на строительство улиц Зеленина и 8 марта в микрорайоне Долгушина в Коминтерне. Работами будут заниматься компании «Вятавтодор» и «Гордор Мострой». Они выиграли торги общей суммой в 272 миллиона рублей. За последние сутки в Кировской области зафиксировано 211 новых случаев заражения коронавирусом. Последние несколько дней прирост держится на одном уровне. На лечении в стационарах находятся 3500 пациентов, тяжелых больных в реанимации 120. За сутки скончался один человек. Напомним, что в регионе начинается массовая вакцинация. Записаться на нее можно по номеру 112 или через портал Госуслуг. 20 января прошел матч по хоккею с мячом между Кировской Родиной и Ульяновской Волгой. Это первая игра, на которую допустили болельщиков с соблюдением всех санитарных норм. Игра закончилась со счетом 6-5 в пользу гостей. Для Родины это стало третьим поражением подряд. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 。